Только что, дорогие братья и сестры, мы с вами слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос добровольно предал себя на крест и принял смерть от своего же народа. В Ветхом Завете было сказано, проплят всякий, повешенный на древе. Поэтому проповедь о распятом Христе, о распятом Боге была для иудеев большим соблазном, а для эллинов, то есть язычников, полнейшим безумием. Но сегодня мы с вами чтим крест Христов. Это событие произошло в IV веке, во время царствования императора Константина Великого, когда его мать, святая она апостольная царица Елена, отправилась в святую землю, чтобы найти крест, на котором был распят Господь, и воздвигнуть храм воскресения Христова. На Голгофе было найдено три креста, чтобы определить который же из них крестов, начали поощренно прикладывать кресты к больным. И когда доходил очередь заживотворящего Христа, больные становились здоровыми. Так Господь явил чудодейственную силу своего Христа. Святая Церковь воспевает животворящий крест, как царский скипетр, как орудие победы над смертью, ангелов славу и демонов язвы, а наипаче, как древо животное, как древо жизни. Подобно тому, как наши правоцы наследовали смерть через скушение от древа познания добра и зла, так наследовало человеческому роду снова войти в жизнь вечную посредством древа желтворящего Христа. Сотворив небо и землю, Бог создал человека и поселил ее в раю сладости, чтобы, по слову святителя Дмитрия Ростовского, человек возделывал этот рай и приносил Богу жертву хвалу. Но враг нашего спасения, дьявол, позавидовал человеческому блаженству и решил искусить человека сомнением в словах Божьих. Он знал, что если человек согрешит и нарушит заповедь, то он не сможет жить вечно. Он потеряет возможность жить вечно. И вот дьявол искушает человека сомнением в словах Божьих. Человек искушается, принимает сомнения. И что мы видим? Вместе с сомнением в сердце человека входит страх. Страх живет. Открываются очи человека, и он видит, что он надо. Бедописатель говорит нам, увидели, что надо. Что произошло с человеком после того, как он нарушил заповедь Божию, его чувства изменились. Его чувства стали несовершенными. Вместо страха и благоговения перед Богом, вместо страха Божия, в его сердце вошел страх человеческий, стыд и страх. Стыд по-славянски означает студ, стужение, остужение, охлаждение к Богу. Человек теряет самое главное, что у него было, связующую нить человека с Богом. Это благоговение. Благоговение, которое возгревало в нем любовь к Богу. Иногда люди размышляют о некоем шестом чувстве человека. Было ли оно, и что это такое? Если хотите, да, оно было, и оно есть. Это именно то самое утерянное человеком чувство любви. Чувство любви, которое приводило в гармонию все остальные его пять чувств. Потеряв это чувство, люди стали дисгармоничны. Остальные чувства теперь могли навредить человеку. Они потеряли равновесие. Лукавый враг нашего спасения возрадовался. Он думал, что теперь человек не будет жить вечно. Но он ошибался. Потому что милосердный Бог, который, по слову святого апостола Иоанна Богослова, который есть любовь, принимает человеческую плоть. Он воплощается, чтобы в этой плоти победить грех, пострадать, умереть. И своим страданием снова восставить человек, человеческое естество, к божественному высшему достоинству. Именно поэтому Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного отдал на смерть. Христос принимает крестную смерть и становится для нас хлебом животным. Дает свою плоть вснеть верную, чтобы всякий верующий во Христа погиб, но имел жизнь вечную. Таким образом, божественная любовь приносит себя в жертву, чтобы человек вновь обрел любовь в своем сердце. Чтобы он вновь стал совершенным. Именно поэтому дьявол на протяжении тысячелетий по ныне старается извратить в людям истинное понятие о любви. Чему же учит нас сегодняшний праздник, сегодняшний и всегдашний подвиг Христа? Чему учит нас Его добровольное жертвоприношение ради нас? Прежде всего, смирению. Смирению, самоуничижению и борьбе со своими страстями. Господь говорит, никто не приходит к Отцу, только к Мною, только через Меня. Другими словами, можно сказать, что никто не возвращается в потерянное Небесное Отечество, кроме тех, кто, взирая на подвиг Христа, сам начинает бороться со своими страстями. Сам побеждает страсти с помощью Божьей. Еще Господь говорит, кто не вкушает Мои флоти и не пьет Мои крови, не имеет части со Мною. Христос становится для нас плодом Древа Крестного, плодом Древа Жизни, вкушая Которое, мы наследуем Таинство Святой Евхаристии, мы вновь становимся причастниками вечной жизни. И вот наша задача, дорогие братья и сестры, возгреть в себе любовь, возгреть в себе то утраченное чувство любви, совершенное чувство любви, взирая на подвиг распятого Христа, оставившего нам заповедь. Да любите друг друга, якожев из любих вы, да и вы любите. Аминь. Да любите друг друга.